В 2012 году на отечественном автомобильном рынке появился новый игрок. Вроде бы еще один седан Гольф-класса, но не все так просто. Peugeot 408 разрабатывали специально с учетом российских условий эксплуатации. Странно, почему же у этой модели тогда так много недостатков? Что у Peugeot 408 с дверьми? Из отзыва пользователя с ником Ванечкин 82 из Москвы. Открывание дверей – отдельная тема. Открываются в двух положениях. Сначала наполовину, а затем полностью. На узких парковках очень неудобно. Приходится придерживать дверь, чтобы не поцарапать рядом стоящую машину. Peugeot 408 достались не самые удачные передние кресла, которые делал российский завод американской компании Lear. Они по-французски мягкие, широкие и с недостаточной боковой поддержкой. С комфортом расположиться в этих сидениях не всем дано. Обивка доступна только тканевая, причем трех видов. Компания Peugeot в качестве тестового водителя использовала, скорее всего, гиббона. Не сомневаюсь, что инженеры проделали работу максимально качественно, и гиббон в итоге сидел за рулем, как у Христа за пазухой. Однако мне с комфортом устроиться не удалось. Усевшись по педалям, человеку ростом 187 см, руль хочется вытянуть на себя, а некуда, пишет в своем отзыве пользователь с ником Михалевна из Екатеринбурга. Эргономика водительского места у 408-го далека от оптимальной. Флажковый регулятор наклона спинки – не лучшее решение. На ходу одной левой рукой управляться с ним довольно проблематично. Зато в основании передних кресел не осталось места для крутилок управления подогревами, которые так раздражают в хэтчбеке 308. Теперь они в зоне легкого доступа – на передней панели. Центральный подлокотник у Peugeot почти не выполняет свое предназначение. Рука попросту не дотягивается до него, особенно если водитель предпочитает высокую посадку. Сложно подружиться с пультами, которые управляют мультимедиа и круиз-контролем. Их перекрывает обод руля, поэтому пользоваться системами можно только на ощупь, заранее изучив функционал. Вот только на ходу это сделать довольно сложно. С обзорностью у седана есть серьезные трудности. Основная проблема – сдвинутая вперед пассажирская часть салона. Не настолько у 408-го хороши зеркала, чтобы обходиться только ими. Из опыта Михаила из Москвы. «Я привык вертеть головой в потоке, а тут ей сильно мешает средняя стойка. Это начисто лишает тебя бокового обзора. Как назло, и передние стойки оказываются точно там, куда я привык смотреть перед началом маневра. Не заметить пешехода очень легко. Но даже это подарок по сравнению с тем, что случается вслякоть. Стекла и зеркала загрязняются моментально». Французы даже подстаканники умудрились сделать неправильно. Василий из Твери недоволен. «Вот уж не думал, что буду жаловаться на автомобильные подстаканники. Но те, что в Пежо никуда не годятся. Пара стаканов с кофе не только не помещаются в них, но и при небольшом торможении могут упасть, пролив содержимое на расположенный рядом обогрев кресел. Так и до короткого замыкания дойти может». Оригинальная мультимедийка с сенсорным экраном, навигацией и парктроником у Пежо – пустая трата денег. Из отзыва Ирины из Подольска. «Логика управления мультимедийной системой на три с минусом. Навигация часто допускает ошибки, а работа парктроника зачастую не совпадает с реальной обстановкой». Разрабатывая Пежо 408, французы довольно странно подошли к вопросу безопасности. Изначально для седана были доступны всего четыре подушки безопасности, да и то лишь в топовой версии Элюр. На других уровнях комплектации докупить боковые подушки невозможно. Непорядок. Производитель должен предоставить покупателю выбор. После рестайлинга ситуация несколько исправилась, и боковые подушки безопасности появились также в предтоповой версии Актив. Вопреки этим недостаткам и недоработкам, Пежо 408 пользовался определенным успехом. В основном, конечно, за счет привлекательной цены, но имелись у этого седана и другие достоинства. Часто седаны, которые разработаны на основе хэтчбэков, имеют весьма несуразную внешность. К Пежо 408 это не относится. Седан создавался как полностью самостоятельная модель. Поэтому даже внешне этот крупный автомобиль выглядит не как 308 с багажником. Первая мысль, какой же он большой. Машина действительно крупная, что в длину, что в ширину. За счет этого смотрится достаточно солидно. Внешность на любителя, но отторжение никакого не вызывает. Просто спокойная внешность. Мне подходит и нравится. Делится впечатлениями Николай из Пензы. Дорожный просвет Пежо 408 лишь чуть-чуть не дотянул до кроссоверного. Величина клиренса варьируется от 175 до 178 миллиметров в зависимости от размера установленных колес. Благодаря этому можно без особой опаски соскакивать с бордюров, проезжать глубокие канавы и даже колеи деревенских дорог. Передняя половина салона седана почти полностью позаимствована у Пежо 308. И это хорошо. Вся передняя панель сделана из добротных, мягких материалов полностью российского производства. В богатых комплектациях руль и рычаг коробки передач могут быть затянуты в кожу. Приборная панель в ретро-стиле, накрытая тонким козырьком, самый стильный элемент интерьера 408. Жаль, что шкалы не блещут информативностью и немного бликуют в солнечную погоду. За основу седана 408 взяли не хэтчбэк, а универсал Пежо 308 с его растянутой на 109 мм колесной базой. В итоге на заднем сидении 408 невиданный простор. Даже при отодвинутых до конца передних креслах места остается предостаточно. При наличии зимнего пакета появляются воздуховоды к ногам задних пассажиров. Правда, обидно, что ни центрального подлокотника, ни подстаканников сзади, ни тем более обогрева дивана нет даже в топовых комплектациях. Из отзыва Станислава из Нижнего Новгорода. Просто огромный запас пространства для задних седоков. В каком еще автомобиле этого класса пассажир может вольготно положить ногу на ногу и при этом не достанет коленями спинки переднего кресла? Багажник Пежо 408 имеет практически рекордный для этого класса объем в 560 литров. Под фальшполом спрятано полноразмерное запасное колесо. Сам багажный отсек имеет удачную форму с ровными стенками, но здесь остро не хватает места для хранения дорожных причиндалов. Поэтому с размещением канистры с незамерзайкой, щетки и прочей мелочи приходится импровизировать. Жаль, что при раскладывании спинок заднего дивана получается солидный уклон. Благодаря 560-литровому багажному отсеку мне удалось самостоятельно перевести купленную стиральную машину. Агрегат стандартных размеров в багажнике 408-го поместился впритык, но главное, что в лес. Правда, сначала пришлось снять с него заводскую упаковку. Делится опытом Борис из Зеленограда. Для Пежо 408 предлагалось несколько вариантов двигателей. До 2014 года базовым мотором служил 4-цилиндровый бензиновый атмосферный двигатель серии TU, который развивал 110 лошадиных сил. Он очень надежный, не имеет слабых мест и способен прослужить без капремонта несколько сотен тысяч километров. Впоследствии его сменил двигатель с индексом EC5. У него аналогичный объем в 1,6 литра, но мощность уже 115 лошадиных сил. Его ресурс не меньше 300 тысяч километров. Мало проблем с дизелем DV6CM. На Пежо 408 устанавливался мотор, адаптированный для российского рынка. В частности, у такого седана нет сажевого фильтра, чувствительного к качеству солярки. Увы, на Пежо 408 ставился и довольно капризный мотор EP6 в атмосферной и турбированной версии. Независимо от наличия наддува, его ресурс до капремонта около 150 тысяч километров. Рулится Пежо 408 надежно и безопасно. Управление автомобилем никаких хлопот водителю не доставляет. Машина точно идет по прямой и послушно выполняет приказы информативного руля, оснащенного электрогидравлическим усилителем, пишет в своем отзыве Сергей из Твери. Плавность хода хороша. Этого у Пежо 408 не отнять. Мелочь вообще не принимается в расчет. Да и крупные неровности вызывают крайне сдержанную реакцию. Бордюров я больше не боюсь. Равно как и неглубоких ям и трамвайных рельсов. Подвеска погромыхивает, но с точки зрения плавности хода отрабатывает их превосходно. Радуется Илья из Иркутска. Главные плюсы автомобиля Пежо 408. Солидный клиренс. Просторный салон. Объемный багажник. Сбалансированные ходовые качества. Основные минусы. Неудобные передние кресла. Посредственная обзорность. Огрехи эргономики. Невысокий уровень безопасности простых комплектаций. Подводя итог, можно сказать, что Пежо 408 не тот автомобиль, который способен сразить какими-то дизайнерскими или технологическими изысками. Его идея в другом. Это солидных размеров седан с огромным багажником и очень просторным салоном, который имеет качественную отделку. Настройки подвески и рулевого управления также оставляют очень приятное впечатление. Благодаря этому на Пежо 408 можно быстро ездить даже по плохой дороге, что крайне важно для России. Поэтому оценка, набранная Пежо 408 в читательском рейтинге Дрома, составляет довольно высокие 8,6 балла. Продолжение следует...